Подведены промежуточные итоги внутрипартийных праймерис. Основным докладчиком стало председатель Рязанского городского организационного комитета по проведению предварительного голосования, председатель Рязанской областной общественной организации Российского профсоюза образования. 27 числа закончился у нас прием документов. И сегодня мы подводим предварительные итоги и можем сказать, что вообще проведение вот этого предварительного голосования – это уставная норма партии «Единая Россия». Это действительно единственная партия, которая вот так открыто и масштабно проводит, определяет кандидатов для последующего избрания депутатами. И, конечно, для партии это хорошая возможность увидеть новые лица, знакомиться с их идеями, посоветоваться с избирателями, кого они хотели бы видеть кандидатами, а потом уже и депутатами нашей городской думы. Ну а для избирателей это возможность познакомиться со своими кандидатами, задать им вопросы, услышать их предложения и сказать свои предложения по развитию той или иной территории. Согласно социологическим исследованиям партии по вопросу о том, каких кандидатов хотели бы видеть избиратели, у людей есть предпочтение к людям дела, которые умеют добиваться результата и которые контролируют данные обязательства. Кроме того, обязательное требование к кандидатам – отсутствие судимости. Одно заявление в регионе отклонено именно по причине наличия судимости. Старт был дан у нас еще 3 марта. Был сформирован организационный комитет, куда вошли 14 у нас человек. Из них 30% – это представители общественных организаций, более 20% – это представители средств массовой информации. Было проведено 13 заседаний организационного комитета. Они проводились в разных форматах, в очном формате, путем совместного дистанционного присутствия и путем проведения заочного голосования. Всего, вот все это голосование у нас и участие кандидатов проводилось по первой модели. Это значит, что участие принять в предварительном голосовании могли как партийные, так и беспартийные граждане Российской Федерации, которые достигли 18-летнего возраста. Охотнее подавали заявление электронно, показывает статистика. Всего принято 302 заявления. Участвовать в Праймерис будет 181 человек. Теперь участники Праймерис до 12 мая должны разместить в личном кабинете на сайте pg.er.ru видеоролики. В одном – рассказать о себе, место работы, деятельности, почему решил стать депутатом. Во втором – что планируют сделать, если изберется в депутаты. 17 апреля началась регистрация избирателей на портале Госуслуг для участия в электронном предварительном голосовании. Подать заявку можно до 26 мая. Продолжение следует...